Дорогая Церковь! Воскрес для Твоего оправдания. Слава нашему Господу! Мы воистину в торжественном убранстве, в этот торжественный час нашего торжественного служения, где, друзья мои, тысячи голосов сознательно, несознательно, как научены, они поздравляют друг друга. Этими словами, как уже мы поздравляли друг друга, что Христос воскрес, воистину воскрес. И прежде поздравления мне хочется прочитать слово, где апостол Павел в послании к римлянам, Первой главой я прочитаю такие слова. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елене. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано праведной, верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. А мы сегодня в правде Божией возвещаем истину Божию. И об этой истине дальше апостол Павел говорит. Истину, которую Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых во Иисусе Христе, Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Слава нашему Господу! Вот это истина Его, это правда Его! О чем мы прочитали, открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И пришла эта великая свобода, пришла эта великая радость. Сегодня будет много, братья, говорить, я коротенько прочитаю, несколько мест из страниц священного Писания, как мы ныне собраны его, больше славить Господа, что Он воскресил нас из мертвых, купованию живому, наследству нетленному, хранящемуся на небесах для нас. Слава Господу! Я думаю, сегодня Дух Святой будет нас утешать, радовать, что не просто Христос воскрес, а мы вместе с Ним. И Он ожидает скоро нас на облаке, встреча там будет. Слава Господу! Это чудесная встреча! Я первое место прочитаю из песни песней, восьмой главой, два стишка, шестой и седьмой. Положи меня, как печать на сердце Твоем, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. И второе место я прочитаю, третьей главой, Евангелие от Иоанна, всем нам знакомое место. Это золотой стишок Евангелия. Это написано, третья глава от Иоанна, шестнадцатый и семнадцатый стишки. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. А люду я слава Господу, братья мои, сестры, все присутствующие в зале. Это любовь. Я так рассуждал, Господи, слава Тебе, что здесь совет. Бог возлюбил мир, и в этот мир послал Свою любовь в Сыне Своем Иисусе Христе. И все, пройдив эту любовь в Духе Святом, среди людей, окружающих Его, слава нашему Господу, это любовь, о которой я прочитал в песне песней. И разве могут эту любовь? Если мы не понимаем, мы просто не переживаем и не знаем, что такое любовь. И вот здесь коротко написано, что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Братья мои, сестры, это любовь, это Иисус Христос, это гармония любви, Отец, Сын и Дух Святой. И все в одном. И сегодня съединяют нас в эту общую гармонию Церкви Христа, которая в последнее время перед взятем наполнится этой любовью. Именно на Церковь. И Церковь горя этой любовью. И никакие воды не могут потушить любви, как они не могли потушить. Но Иисусе Христе это любовь. Я так размышляю, Господи, но я не способен, я не понимаю, это мне не вмещается. Как это в руки и ноги вбивает гвозди, а ты молишься о них, Господи, прости им, ибо они знают, что делают. Братья мои, сестры, это делает любовь. Это любовь. Слава нашему Господу. Свела Его с небес любовь. По своему творению, чтобы спасать. Пришел, чтобы спасать. Пришел, чтобы выводить из тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Слава Господу к Отцу, родившему всех нас. Слава нашему Господу. Ибо через Него все начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И вот большие воды, они не могут потушить любви. И реки не зальет ее, дорогая церковь, исполненная Духом Святым, исполненная этой любовью. И сколько враг пытался эти большие потоки, эти реки пускать, чтобы покончить. Но нет, она стоит. Аллилуйя. Она стоит, держит знамя любви Христа. Аллилуйя. Уповая на Него, на истину Его. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Он открыл нам эту истину. Он открыл нам эту правду. Хотя вы прочитали, апостол говорит, что... Именно всякую неправду и подавляется вот эта истина. Она подавляется. И открывается гнев Божий с неба вот на всякую неправду. Вот на всякое извращение. Вот обязательно там, где Пасха, обязательно там что-то, значит, прибавления какие-то. Еще что-то. Это всякое извращение, это всякая неправда. Но нам Господь открыл эту истину и правду. Слава Господу. И мы радуемся. Аллилуйя. Мы говорим, Господи, человек лучше других. Но это любовь Христа. Будем благодарить Его. Слава Господу. Будем благодарить Его.